Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Катюшу в исполнении иностранцев такое можно услышать не часто. Прохожие удивляются скорее не звучанию, а произношению. Американец Джек Форден и японец Рико Токимото только улыбаются, а ведь могли бы и поговорить. Русский язык они самостоятельно изучают уже два года. Разгар каникул, время тренировки практических навыков. За этим ребята и приехали в Гродно. Сначала у меня было несколько проблем с грамматикой, потому что грамматика на славянских языках очень по-другому, чем на тех языках, которые я уже умел. На начале это было немножко тяжело, но сейчас я уже привык на грамматику, как это работает. Мне очень нравится. Я много читаю, много читаю, что это ческий язык. Много читаю, много смотрю фильмы. Это очень помогает. Этим летом студируют великие и могучие в Гродненском университете имени Янки Купалы 50 иностранцев. Летняя школа распахнула свои двери уже в третий раз. Главное ее правило – студенты должны говорить только по-русски, неважно на уроке или переменке. Ежедневно 4 часа занятия, а затем развлекательная программа. Знакомство с белорусской культурой, историей и национальной кухней. У меня были другие возможности. Мне просто понравилась эта возможность. После этой летней школы я буду в России на обнение 5 месяцев. Я думаю, что я познакомлюсь с Россией, но я хотел посетить, познакомиться с другой страной. Это очень интересно – быть тренер-делой в Беларуси. В аудиториях рядом со студентами – профессора, педагоги и бизнесмены. Им русский язык нужен для того, чтобы общаться и поддерживать деловую коммуникацию. Кажется, напряжение здесь витает в воздухе, умственное. Некоторым и слово «здравствуйте» дается с трудом. Преподаватели отмечают это потому, что в нем много согласных и малогласных букв, но предлагают облегчить задачу и использовать «добрый день». У нас сформированы группы по уровню владения языком. В этом году у нас 7 групп, в зависимости от того, какой уровень русского языка у каждого из слушателей. Ну, если говорить о том, что есть ребята, которые уже хорошо владеют русский язык, им нужна практика русского языка. И вот такую возможность мы им предоставляем. Русский считается языком глобального значения. На нем говорит более 300 миллионов человек. Тем, кто хочет быть в числе них, лингвисты советуют окунуться в русскоговорящую страну. Поэтому в Гродно уверены, их летняя школа еще долго будет иметь успех.